Музыка Честно сказать, впервые увидел, в принципе, создание такого центра. Очень благодарен, во-первых, и ребятам, и руководству за то, что по приезду был принят члены Всероссийского молодежного центра смены, и нахожусь сейчас в галстуке. А если, конечно, обошли очень большое количество павильонов, вот этих узконаправленных, с моей точки зрения, это очень интересно. И как раз, наверное, об этом буквально недели 3-4 назад говорил президент о том, чтобы дать возможность нашим детям как можно четче определиться с теми профессиями, которые они выбирают на будущее. И вот тут как раз, наверное, один из тех сегментов, одно звено всей этой большой цепочки, когда дети могут приехать провести 2-3 или 4 недели, ну, естественно, зависит от того, какая у вас здесь смена, и четко понять, что им нравится, раз, и второе, с этим совсем ознакомиться. Плюс очень грамотные, хорошие, молодые люди, те, кто представляют и являются, я так понимаю, руководителями этих направлений. Ну, считаю это очень интересно и, наверное, очень передовое, и очень нужно. То, что развитию городской среды последние года 3 государства в лице, естественно, и президента, и правительства, уделяют очень большое внимание, и, наверное, это правильный, естественный процесс, когда мы стараемся вовлечь и молодежь, потому что, естественно, общественные территории, та же городская среда, она должна принадлежать всем категориям жителей, от молодежи, естественно, до взрослого поколения. Естественно, мы, я имею в виду в первую очередь государство и те, кто представляют его, кто воплощает эти идеи в жизнь, должны прислушиваться ко всему мне, ко всем мнениям. Естественно, вот такие, с моей точки зрения, очень интересные и очень правильные сегменты, когда мы собираем тех ребят, которым интересны, вот именно, предположим, то, что говорим сегодня, да, это организация городской среды. То есть, во-первых, это, с моей точки зрения, определенный обучающий процесс со стороны взрослых им, и в то же время мы от них получаем обратную информацию, что бы они хотели видеть, чтобы мы им создали на территориях, где они живут, чтобы они себя чувствовали, ну, может, там избитое слово, комфортно, но, тем не менее, именно так комфортно, интересно, чтобы это было, чтобы они не бегали с одной территории на другую, я имею в виду, не было, ну, чуть-чуть таких, таких ненужных, скажем так, или непонятных движений, а как раз та территория, которую мы создали под них, для них, она полностью воплощала все их пожелания и идеи. Считаю, это очень важно и, наверное, толково ради этого трудятся все сегодня. Пожелание – это проявлять большую активность на своих территориях, и сегодня возникал вопрос по тем же, кто жители многоэтажных домов, и кто выходит на общественные, на собрания в этих домах, как они высказывают свое мнение, свои пожелания. И мы убедились, что только единицы знают о том, что есть, собирается весь дом и обсуждает какие-то вопросы домовые, придомовые, домовые, все, но приходят на эти собрания, к большому сожалению, только единицы. А, естественно, надо приходить и высказывать свое мнение и свои пожелания, чтобы к ним, чтобы прислушаться, надо услышать. Ну, я думаю, что вот это, наверное, одно из важнейших. А в остальном очень хорошие, интересные, активные ребята, и по ним видно, что глаза горят, это те, кто завтра будет идти вперед и нести все те мудрые и толковые идеи на благо нашей страны и наших жителей.